Девушки отдыхают Она вышла на этот режим Вот Для меня был вопрос почему Я на многие вопросы не ответил Но идея рассматривать Землю и Луну Как единую систему Уникальную в Солнечной системе И естественно Идущую по своему эволюционному пути Отличному от пути может быть других планет Даже схожих с Землей Она тогда Я очень обрадовался что эта тема у нас сегодня возникла И насколько я понимаю Основной вопрос который заставляет этим заниматься Как вы сказали Это вопрос который задают еологи практики Как так получилось Что вот мы видим Эмпирическим путем у нас собраны определенные факты О том что жизнь на Земле Революция земная Она происходила циклами циклично От чего это зависит И от чего Все оболочки Земли От верхних Воздушной оболочки Водная оболочка Все они испытывают периодические такие изменения И до это отражается на биосфере естественно То есть мы видим какие-то периодические такие экологические катастрофы Если хотите Когда Резкие изменения Значительная часть там наземных видов И не только наземных Вымирает Этому же ритму подчиняется и земная кора То есть происходит горообразование Усиливается магматическая Вулканическая активность И это тоже периодически происходит Вот тут есть таблица Которую может быть покажут Там это все показано Уже мы начали Да-да-да Конечно Но для этих процессов всех Выдумывали каждый раз свою причину Что трансгрессия и регрессия и море Это свой механизм Там потепление, похолодание Это другой какой-то механизм Горообразование Тектоническая активность Тектономагматическая активность Это свои какие-то причины Накопления энергии Индогенные выделения ее Даже такие образы Предлагались как крышка на кипящем чайнике Что выпускает порогу И накапливается снова Но на самом деле Вот то, что если рассматривать Землю не как изолированное тело Само по себе А вместе с ее спутником Который действительно составляет Вот такую уникальную систему Большого спутника И в поле Солнца В поле Солнца Конечно Все у нас планеты Вокруг этого Солнца Вот И вот это вот эволюцией системы Именно Земля-Луна Вот ее Юрий Николаевич занимался И Нет, ну я Что сделал Ну я сейчас так просто хочу сказать То, что Ну вот все мы смотрим на Луну И действительно Она на нас одной стороной смотрит Но в чем дело? Почему это так? Ну и когда вот были уже Аполлон летали туда И наши летали ракеты Было ведь установлено Что у Луны Два с половиной миллиарда лет тому назад Было свое магнитное поле Потом она его потеряла И между прочим Довольно интересно Экватор Луны Он лежит в плоскости эклиптики То есть и фигура ее сформирована Как-то связана с закономерностями Орбитального движения Но это Только ли Луны это касается? Нет Спутники Юпитера тоже синхронные То есть есть какой-то механизм Который работает И приводит Будем говорить К наименьшей мощности Приливного воздействия И вот тут это есть Параллель с опытом Гюйгенса Гюйгенс когда-то показал Что если повесить Маятники разной длины На одну перекладину И будет каждый качаться Со своим периодом То в конце концов Они выйдут к качанию Из самого длинного маятника То есть мощность будет минимизирована И поэтому Он вот уже на приливные Значит силы Которые являются связующим звеном Между орбитальным движением И вращательным Потому что выход Луны На период равный Орбитальному Период оборота Это вот есть как раз Синхронизации И поэтому конечно Надо бы обратить внимание На то что Планета наша Земля Она Вот будем говорить Подчинена тоже Тем же скономерностям Ведь мы если На Луну смотрим Как на какие-то Процессы Которые вот ее вывели Совсем к потере Осевого вращения То мы обнаружим Что вот излияние Они на стороне Которые на Землю смотрят На противоположной стороне Их нет Вот То есть есть некоторые Особенности И будем говорить В тектонике Луны Которые И вот тот же я как сказал Что экватор ее Лежит в плоскости Эклиптики Где возмущение От Солнца И поэтому мы уже Тоже обратимся К приливам Которые Наблюдаются На Земле И здесь Что же получается Ну было обращено Это Внимание на то Что Земля Теряет свою скорость Вращения Еще во времена Ньютона Галей обратил Внимание на то Что затмение Ну будем говорить Которые можно рассчитать По шкале Равномерного времени И наметить пункт Где они происходили По летописям Не подтверждается А оказывается Что они происходили В другом пункте То есть значит Оборот Земли Был другой И он уже тогда На это обратил внимание То есть Торможение Земли Это было Ну обращено внимание Еще вот теми Яркими личностями Которые во времена Ньютона И позже Ну и когда Уже дальше Пошло исследование То начали Обращать внимание Что и во вращении Земли Есть некоторые Ну будем говорить Изменения Скорости вращения И есть изменения Орбитального движения Луны И в настоящее время Это регистрируется Астрономами Довольно точно Эти числа есть То есть уже Схему Будем говорить Перераспределения Углового момента Между вращением И орбитальным движением Имеет и Количественную основу И вот первые Приливные Такие построения Были проведены В рамках Ну будем говорить Невозмущенного Орбитального движения И Не учитывалось Возмущение От Солнца И поэтому Ну вот это Есть книги Которые стали Популярными Там следовало Что эволюция Будет монотонная И вот тут Возникали Затруднения Что значит Были приливы Когда-то Очень большие В прошлом Но геологи Сказали Что этого не было И Интерес Будем говорить Вот к приливной Схеме Хотя она Астрономами Обставлялась Числовыми Данными Он стал Спадать И вот Сын Чарльза Дарвина Дарвин Астроном Он ей Занимался Этой схемой Приливной Эволюции Но он Тоже Немножко Такие Эффектные Ввел В рассмотрение Вещи Что якобы Луна Земля Так быстро Раскрутилась Что и от нее Оторвалась Луна И это Еще больше Напугало Геологов И как-то Их интерес К этой схеме Он уже Отошел На второй план Но постепенно Все-таки Материалы О том Что происходит Замедление Вращения Что происходит Изменение Орбитального Движения Луны Это они Есть И тогда Вот Надо было Посмотреть Более внимательно А что Если мы Учтем Еще возмущение От Солнца Потому что В действительности Орбитальное Движение Луны И Земли Оно возмущенное Еще мы На что Должны Тоже Обратить Внимание Вот это Наверное Может даже И в обыденной Жизни Имеет смысл Потому что Ну вот как Ведь первоначально Была Геоцентрическая Система То есть Мы могли Всю астрономию Объяснить Только что Земля Неподвижна А все Движутся Потом мы Перешли Гелеоцентрической Значит Земля Движется И говорим Что вот Летит Земля Вокруг Солнце А вокруг Ее летает Луна Но это Неаккуратный Рассказ Вокруг Солнца Летит Система Земля Луна И плоскость Эклиптики Это плоскость Орбиты Центром Масс Земля Луна А у Земли Есть Месячное Движение Как у Луны То есть Мы должны Некоторые Это Наверное И в школьные Учебники Надо Вводить Такую Поправку Потому что Центром Масс Земля Луна У Луны Есть Такое Месячное Движение Как у Луны У Земли Есть Такое Месячное И астрономы Регистрируют Так называемые Лунные Неравенства 6,44 Секунды Это Параллакс Орбиты Как раз Земли Вокруг Центра И это Орбиты Возмущенные Значит Если мы Начнем Считать Прилив От Луны И Будем В то же Время Учитывать Возмущение От Солнца То Что У нас Получается Значит У нас Прилив От Луны По Мере Удаления Луны Уменьшается Но Расстояние От Центра Земли До Центра Масс Земля Луна Возрастает И Возмущение Прямо Пропорционально Градиент Поля Солнца На Это Расстояние Значит Возмущение От Солнца Оно Растет То Есть Два Фактора Имеющие Противоположную Тенденцию Изменений И Уже Вот Модель Приливной Эволюции Мы Можем Войти Что У Земли Возможна Реализация Колебательного Режима Вот Юпитер Имеет Спутников И Ну Тоже Ио По Массе Равно Луне Но Сам Юпитер Громадный И Согласование Центра Масс Юпитер Ио Он Незначительный И По Мере Удаления Ио Это Это Возмущение Очень Несопоставимо С этим И поэтому Колебательный Режим Он Реализуем В Солнечной Системе Земли Луны Она Уникальна Вот По Этим Параметрам И Если Мы Так Ну Будем Геологам И Геохимикам Наверное Это Проблематика Близка И Они Наверное Ей Будут Сниматься Ведь Вот Та же Венера По Расстоянию От Солнца Почти Так же Как Земля Ну По Размерам Там Тоже Близ Но Ведь Это Совсем Все Другое А В чем Различие У нее Нет Спутника У этой Есть Спутник То есть Эволюция Планеты Без Спутника И Планета Имеющая Массивный Спутник Она Другая Ну Теперь Если Мы Решим Ну Так Схематически Просмотреть За Ходом Эволюции Что же у нас будет Если Луна Отходит Значит Момент сил У нас уменьшается Воздействие И угол наклона Экватора К Эклиптике Будет Увеличиваться Следовательно Это Предрасположенность К потеплению Зона Тропиков Растет Ось Вращения Тоже Будет Менять Положение В теле Соответственно Эллипсоид Вращения Должен Приспосабливаться К новому Положению Оси Следовательно Фигура Ну Будем Говорить Пластический Материал Быстро Будет Отреагировать А скорлупа Начнет Трескаться И начнет Ну Какое-то Торошение Надвиги Какие-то То есть В этом Есть Ну Будем Говорить Вот у нас Горообразование Есть Изменение Климата Есть Трансгрессии Если Земля Ускоряет Вращение Не Меняя Массу Гидросферы Вода Переходит В экваториальные Области Реки Впадающие В экваториальные Области Будут Разливаться Будет Большая Площадь Мелководья А На севере Значит Оголится Шельф В полярных Областях Вот Ну В том же Ледовитом Океане Как Это будет Оголение Шельфа И тот же Берингов Пролив Который Он станет Там Перешейком Который Соединит Аляску Но Через Время Время Геологическое Это Почти Десятки Миллионов Лет Начинается Обратное Замедление Вращения В этом Случае Вода Пойдет В экваториальные Области В полярные Фу В полярные Области Следовательно Тот же Берингов Уже Перешейк Может Нет И те Организмы Которые Ну Вот Типа Как Ракушки Кораллы Которые Привыкли К одной Температуре Они Будут В некомфортных Условиях И Малоподвижные По всей Видимости Могут Стать Фундаментом Мраморно В который Они Перейдут И так же Есть Проблематика Магнитного Поля Генерации Магнитного Поля Генерация Магнитного Поля Базируется Так бы Поле Просуществовало Порядка Ну Порядка Пятидесяти Лет Если оно Реликтовое Магнитное Поле Значит Должен быть Механизм Который Все время Подкачивает Есть такая Теорема Каулинга Которая Говорит Что Твердотельное Вращение Не генерирует Поле Надо чем-то Перебалтывать Жидкость И вот В приливной Эволюции У вас На границе Мантии Жидкое ядро Возникнет Погранслой Плюс У вас Внутреннее Ядро Есть На которое Есть силовое Воздействие То есть Есть второй Погранслой И следовательно У вас Уже За вопрос Генерации Поля Отвечают Два Погранслоя И вот Особенности Которые Есть Ну На графика Что Частые Переполюсовка Иногда Пауза Там Долго Один знак Она Наверное Может Объясняться Типа Конкуренции Этот слой Этот Когда соизмеримый То тот То этот Когда доминирует То знак Этого поля То есть Мы вот Будем говорить Перечислили Значит Климат Трансгрессии Регрессии Генерации Генерации Магнитного Поля Горообразование То есть То есть Мы Не расширяя Предпосылок В рамках Механической Модели Что Орбитальные Параметры Когда меняются Меняются И вращательные Мы Объясняем Весь набор Этих Событий Горообразование Это так вот Ну Просто Одним словом Да Конечно Это более сложный Процесс Это процесс Деформации Коры Образование Надвигов Складок И всего прочего С Магматическими Проявлениями Как Глубинными Интрузивными Так и Излияниями Вулканов На поверхность И фузивными Такими Излияниями И мы тоже Видим в истории Земли Периоды Когда эта Деятельность Усиливается Вот эта Структура Образования Тектоническое Преобразование Но Вот Это тоже Очевидно Завязано На этот Процесс Который Играет роль Регулятора Для выделения Эндогенной Энергии Потому что Энергии Не слишком Велики Вот в этом Приливной Такой Эволюции Но просто Перестройка Приспособление К новому Напряженному Состоянию Ротационным Напряжением Поскольку Ось Изменила Своё положение То Шар Или Эллипсоид Он приспосабливается К этому Новому Положению И Вот это Играет роль Регулятора Для выделения Эндогенной Энергии Которая Всё-таки Наверное Вот Обеспечивает Весь этот Тектонический Процесс Деформации Вулканизма И Проявления Сейсмичности Которые мы Наблюдаем И которые Очевидно Были Раньше Геологи Когда Дали Шкалу Извините Видите Дали Шкалу Ведь Вот там Ну Отбили Пермь Тряс Юра Мел У нас есть Возможно Свидеть Да Ведь Они Как Это Был Кропотливейший Труд Это Ведь Вот Какие То Виды Вот Они В этих Отложениях Наблюдались А Потом Ну В других Отложениях Их Уже Не Было Не Не Находили Это Труд Египетский Был По-моему Я Когда Читал И Вот Отбивали Границы Ну Немножко Там Возникали Дискуссии Насколько Это Граница Там Ну Четко Но Потом Это Виктор Лучше Меня Знает Что Были Какие-то Ну Типа Эталонные Обнажения На которых Можно Было Это Оценить Стратотипы Стратотипы Ну И Вот Стоял Вопрос Значит Ну А Почему Вот Это Ну Будем Говорить Ну Вот Фауна И Будем Говорить Флора Вот Так Менялись И Тогда Действительно Довольно Логично Сказать Что Ну Менялись Условия Внешней Среды Первая Откликалась После Этого Ну Будем Говорить Значит Флора Она Приспосабливалась Ну Потому Ну Разлились Потом Приспосабливались Животные Миры Следовательно Ну Потом Менялись Условия Менялось Начинало Ну Там Где-то Падать Те же Вот Угольные Отложения Бревна Там Которые Погибали Какие-то И Организмы Но Это были Не катастрофы Это был Медленный Ход Если его Так Графически Изобразить И взять Вот Допустим От Перми Перми Это Оледенение Было Пермское Значит Мы Пойдем Дальше После Перми Будет У нас Триаз 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 Потом Это Уже Будет Более Такой Климат Более Такой Мягкий Юрский Это Тепло И Очень И Вот Ведь В этот Период Вот Если Мы Динозавров Тех Затронем Которых Конечно В кинофильмах Эффектно Показывать Когда Такой Там Свет Гаснет Что-то А Если Мы Зададим Вопрос А Как Они Выросли Почему Они Такие Большие В Их Биографию Расскажите Нам То Мы Говорим Да Вот В этот Период Значит У нас Гидросфера Была Больше В экваторе Больше Уровень Океана Поднят Реки Разлились Образовалось Мелководье Ведь Вот Скелеты Находят Как раз Где Были Старые Пресноводные Водоемы И Они Ходили И Как-то Хорошо Питались А вот Уже Мел Это Период Уже Начинает Луна Значит Опять Приближаться К земле Это Значит Если Она В Перми Была Ближе Триас Она Ушла Юра Она Была Дальше Теперь Она Начинает Приближаться И Эти Условия Вот Уже Ну Вот 65 Это Граница Когда Ну Будем Говорить Уже Ушла Вода Высокие Широты Площадь Мелководия Сжалась И Эти Громадные Организмы Они Оказались Очень Дискомфортными В результате Изменился Климат Да И Они Ну Те Кто Помельче Там Бегали По горам Прятались Там Ели А этот Были В период Конца Динозавров Были Мелкопитающие Но Мелкие И Маленькие Они Потом Заняли Нишу Которую Занимали Динозавры Занимал Мишу Тот Кто Был Более Универсален Это Кому Не требовалось Такого Огромного Количества Биомасс Потом Вот Когда Про Динозавров Я вспоминаю Книгу Перельмана Там Было Как раз Обсуждение Того Физики Что У него Громадные Напряжения На суставы При его Массе А Если В воду По мелководию Ему Ходить Там Сила Архимеда Ему Помогала Жить Он Просто Чувствовал Себя Более Комфортно Потому Что И те же Хищники Затруднялись Его Скушать По воде Там Нападили Внезапно Это Тоже Трудно А Когда Это Сжалось То Действительно Это Он Стал Уязвим При Своих Громадных Размерах Ну Может Где-то И упал В это Время Метеорит Но В это Время Вот Когда Значит У нас Мы Смотрим Мел Ведь У нас В это Время Ось Вращения Меняет Положение В теле Значит Скорлупа Как мы Уже Говорили Рвется И у нас Извержения Вулканов Идут Сопутствуют Этому И следовательно Иридиевые Аномалии Они Могут Быть Вулканическими Как Пишут Многие Палеонтологи Это Необязательно Транспорт Откуда То Из космоса Похолодание Возвращение Постепенно Похолодание Растягивается Во времени Растягивается Во времени На миллионы лет Это не какой-то Такой Единый момент Вот эти Кладбища Динозавров Они в разных В разрезе Геологическом Они растягиваются На Многие Ну на Несколько Миллионов Скажем так Вот И Поэтому Как же Связывать С метеоритом С какими-то Такими Экзотическими Причинами Это Медленное Постепенное Изменение И конечно Вот в изменениях Климата И вот это Наверное И надо И сейчас Смотреть Режим Вращения На это Надо обращать Внимание Вот это Кстати Мой следующий Вопрос Адресованный Вам Воин Если Мы Знаем Достаточно Точно Разделив По периодам Да И что Геологическую Историю Земли Если С помощью Вот этого Объяснения Эволюция Системы Земля-Луна Не пользуясь Теорией Катастроф В том виде В каком Ее преподносит Мы можем Объяснить Эволюционные Изменения Всего На Земле Мы в состоянии Экстраполировать Этот опыт В будущее И посмотреть Где мы находимся Сейчас В отношении Этой системы И какие изменения Нас ждут В ближайшем Будущем В геологическом Будущем Разумеется И чего нам ждать Я такую скажу Вам вещь Когда-то Был такой Климатолог Миланкович Вы наверное Слышали Он предложил Шкалу По холоданию Он по Инсоляции По поступлению Что мы летаем По орбите Эллиптической И значит У нас есть Некоторые Такие особенности Он создал Так называемую Астрономическую Теорию Климата Миланковича Которая имела Шкалу Ну будем говорить Тысячелетий И с альпийскими Оледенениями Она сопоставлялась И она получила Подтверждение И вроде Было все Миланкович Был как-то Ну будем говорить Признан Но начинают Геологи Ему Задавать Такой вопрос И быть Недовольными А подожди Говорят А мы вот знаем Юра Если у вас Такая Теория Климата Астрономическая Почти как Часы Работает А там Не было Оледенений Как же Это тогда Вот Вам Вы объясните И вот Когда Вы начинаете Смотреть Приливную Эволюцию То кривая Миланковича Она Будем говорить Это колебание Вот Инсоляции Около Некоторой Нормирующей Широты Которая Фиксирована И говорится Она Константа Но Если вы И там Вот Получается Гребенка Что значит Если это Нормирующая Широта Выше То Оледенений Нету А ниже Это Будут Часто Вот это Сыщение И вот Действительно Похолодания Ну Относительные Какие Без Оледенений Могли быть И вся эта Шкала Ну С шагом В тыль Работает Но просто Широта Ползает Вот это И вот Кроме того Еще Значит Вот Мы говорим Об эволюции Который У нас Этот Период Вот Приближение Удаление Это Ну Порядка Примерно 200 миллионов лет Причем Каждая оболочка Отзывается По-своему Воздушное Одно Гидросфера Другое Твердая Отзывается Поэтому Они не точно Синхронны Вот эти вот Отклики Реакции Ну Кроме того Это вот Самая общая Шкала Синусоида Такая 200 миллионов лет Но Не накладываются Более мелкие Вот До 40 30 Миллионов лет Вот эти вот Тоже там То есть Это Многопорядковая Такая Иерархическая Вот Система Циклов И периодичности Это я вот Поэтому Очень трудно Сказать На какой ветке Мы сегодня Общей кривой И более частных Вот где В какой точке Мы сегодня Слишком мелкие Машланы Вряд ли мы можем Так сказать Очень аккуратно Вот что Виктор Николаевич Говорил Вот можно Вот он 40 миллионов лет Там сказал Ну вот Это синусоида И вот имеет смысл Обратить внимание Что Ну на синусоиде Будем говорить Ну мы вот Следим за изменением Положения оси В теле Ну в районных Экстремумов Это медленные изменения А на склонах Это быстрые И ведь Периоды Горообразования Они не все время Происходят Не то что Все время Что-то Они Ну будем говорить Есть периоды Потрескивания Вот как Сейчас мы живем Сейсмической активности А есть периоды Будем говорить Больше активизации Так вот Если мы смотрим На синусоиду То вот эти склоны Это быстрое изменение Положения оси Здесь Вот как раз Это и есть Закон ОГО Причем по последствиям Мы сейчас находимся на склоне Или на пике Нет мы близко к пику Мы пойдем Причем ветвь приближения Там луны По последствиям Не идентична В ветви ухода Хотя так Это не могут быть Это не симметрия Симметричные может быть Синусоида Но смысл Кривой Приближения и удаления Будет разным По последствиям Не но симметричные Это мы просто Вот в рассказе Абреса А если детально Мы начнем По всем процессам Конечно Наверное Процесс удаления Будет иметь свое Некоторую особенность Процесс приближения И мы наверное Ну более детально Изучая магнитное поле Мы наверное Многое можем узнать И вот Наше внимание Наверное Геофизиков И вот одна из таких Главных наверное Проблем Это вопрос Генерации поля У поля Вот которое мы сейчас Наблюдаем Есть западный дрейф Северный дрейф Есть Есть целый ряд Особенностей И мы их должны бы понять Потому что они связаны С течениями в погранслоях А дальше Погранслоях Это ядро мантия И внутреннее ядро Жидкое ядро И поэтому уже вот это Понять Если мы разберемся Вот в той полосатой шкале Более аккуратно Ведь мы Получим информацию О режиме вращения На 2,5 миллиарда лет По биостратиграфии Это 600 миллионов Поэтому вот Внимание Генерации поля Но сейчас биостратиграфия Глубже ушла Ну 700 800 Нет Почему? Миллион Страматолиты Паратерозои Ну миллион Миллиард Афу миллиард Близко к двум Сейчас Уже есть Есть там В этих Остатки Ну Одним словом Магнитность Там менее детально Палеомагнит В глубь веков Тем меньше Детальность И чем она Согласнительна Это все таки Физический процесс Завязанный На вращении А био Значит Эволюция Там и температура И соленость Там и И то И еще Содержание СО2 Да Это очень Магопараметрическая Проблема Которая Несопоставима По такой Физической Понятию А конвекция В мировом океане Имеет какое-то Отношение К изменению Поля Или к напряженности Магнитного поля Тут труд Я хочу Что сказать Это очень Мало влияет Все таки Это мы Должны оценить Вот момент Количества движений Которые есть Но это мало Это вот Есть разговоры Об этом Но все таки По энергетике Когда оценивается Там не хватает Порядков И так же И с атмосферой Что она Может откликаться На возмущение Это да И поэтому Корреляция может быть Но корреляция Не причина А это следствие А просто это Взаимозавязанный Процесс Ну просто В океане Так же Как в атмосфере Циклоны А антициклоны Такие же существуют Как Только Ну их называют Ринги Если циклоны А антициклоны В атмосфере Живут там Дни Недели То ринги Живут там Месяцы Конечно Вот подвижка Атмосферы Есть и там Корреляция Вот тоже С приливами И все Если это Более аккуратно И я вот Как сказал Что Вот нам Уже Надо все-таки В нашем Таком Мировосприятии Помнить Что у нас Есть месячные Движения И вот Древние люди Пока им Электричество Не мешало Они все-таки За фазами Луны Смотрели И вот Если мы Возьмем Вергилия У него Есть рекомендации Для посевов Там Что следи За фазой И зерно Бросай Ну можно Это как-то Вокруг этого Могут быть И спекуляции А так вот С позицией Ну будем говорить Научного Подхода Есть в этом Разумные Он говорит Что вот при этой фазе Значит Прилив растет То есть Грунтовые воды Придут ближе К поверхности Брось тогда Зерно И не бросай Зерно Когда эволюция Грунтовых вод Пойдет ниже Потому что За эти же Семь дней Оно высохнет У тебя И вот Такие рекомендации Бытовые Они были Но сейчас На Луну Нито не смотрит Но и на Древней Руси Тоже там Было Нужно Но там иногда И перелопачивали Там иногда Перегибали Фазами Центр масс Земля Луна На Внутри Тела На 0,8 Радиус Почти радиус Расстояние Земля Луна 60 Радиус Отношение Масса 1,81 0,8 Значит Если мы Луну Отодвинем Встанет Больше Встанет Не 0,8 А возмущение Это градиент Поля Солнца На это плечо Так что Есть силовое воздействие И на центральную область Я вот Какой вопрос Еще Мы рассматриваем Сейчас систему Земля-Луна Которая находится И Солнце В Солнечной системе Следовательно Солнце тоже влияет Нет Но Солнце Как Но Солнце Ведь само Совершает движение Вокруг центра Солнечной системы Солнечной системы И галактики Это да Летит Вся система Вместе Вся система Вместе У меня почему возник вопрос Я читал некоторые Исследования Новосибирских Ученых О том что На своем пути Солнечная система При движении В галактике Да Встречает Рукава полевые Да Неоднородности Да Определенные полевые рукава Которые проникая Внутрь солнечной системы Способны вызывать Изменения В том числе И магнитного поля Земли Вот это немножко Как я скажу Как я астрономии И наблюдал Я Дел Есть такие И у нас В Москве Есть Такие исследователи Это есть Между прочим Это немножко Такой подход Как Ну Первое что Вопрос геологов Вот у нас Есть длинные периоды Откуда их взять В размерах Солнечной системы Ну не возьмешь Значит возьмем Ну в галактике Там мы можем Получить Ну там действительно Но если модуль Ускорения Оценивать При этом движении Он очень маленький Он ну 10 Минус 8 Сантиметра Секунда Квадрат Так что даже Самая высокочувствительная Аппаратура 10 Минус 6 Меряет Это не чувствует Но второе Вот что Ну хорошо Галактики Рукава мы пересечем Но это в первую очередь Скажется на движении Тех же спутников Сатурна Юпитера Мы поломаем Те соотношения То есть те что на периферии А почему А мы начинаем Говорить Что мы вот это все Сосредоточим На этом объекте Радиуса 6000 А тот же есть Ведь закон Титсу Сабаде Планетных расстояний И он должен Поломаться Если мы летим Где разные тела В зависимости От скорости Будут иметь Разные сопротивления Поломается Эта вся вещь То есть изменения Должны происходить Во всей Солнечной системе Планетарных Да Они на одном объекте Это немножко Ну хочется конечно Это похоже что Были астрогеологи Это Наливкин Да Личков Нет Наливкин нет Ну Личков был глава Глава Стос У них была эмпирика Очень хорошая Но они во главу угла Сказали Мы знаем Что это галактическое движение И астрономы Их там Несколько Будем говорить Побили Побили И в итоге Эмпирика Хорошая эмпирика Тоже была Дискредитирована Хотя эту эмпирику Я думаю Имеет смысл Нет Конечно Нет Но Дело в том Что они Вот астрогеологи Вот Ну Личков Был этот самый Коттерфельд Столас Там целая группа И были Съезды такие были Собирались они Да Но Они хотели Объяснить Всю вообще Эволюцию Земли Всю изменчивость Лика Земли Рельефа Внутреннего строения Именно галактические движения Не только галактические Ну вот орбитальные Там неравномерные свращения То есть Ну для этого Не хватает энергии Вот этих процессов Для того чтобы Объяснить вот это Там они Главным образом Вот они Центр тяжести Они многие Уже просто Как декларировали Что мы понимаем Уже Все понятно Ну да И вот этим они Зря Они так торопились Это не нужно было Потому что Действительно Длинный период Миллионы Сотни миллионов Можно получить Действительно Только на громадной Орбите Это Примитивный ответ Как говорится На маленькой орбите Будет маленький период И тот же уже Ну взять того же Плутона Все равно Не натянешь Значит Надо искать Где-то И вот этот Поиск Ну А хотя Я вам скажу Что Как астрономы Наблюдают А ну не наблюдают Звезды И вот Там ведь Вот это Собственно Вот галактическое Движение Тоже плюс-минус Большим диапазоном Потому что Это получают Ну там Будем говорить Ошибки Координат звезд Вводят поправки За все Что знают Остается Не вязко Галактический год Вот этот Ну То есть Обращение Солнечной системы Вокруг галактики Он Оценивается Что-то От 190 Миллионов лет До 220 Может быть 15 А может быть 230 Там По-разному Потому что Неустойчивые Эти все Измерения Очень тонкие И Тут Не хватает Просто Информации Вот еще Какой вопрос У меня был Соответствует ли Истине Утверждение Что в настоящее Время Ускорение Перемещения Магнитных Пулесов Земли Уже может Говорить о том Что началась Перепулесовка Или это Все-таки Так Больше спекуляция Научка Я думаю Что Ну вот этот вопрос Это ведь Тоже сидит В вариациях Но надо Конечно Более подробно Поспрашивать Магнитологов Но я думаю Что это Но не Перепулесовка Это То есть Дрейф Обычный Убрал Есть Это ведь Во времена Ньютона И моряки Еще установили Когда Склонения Очень Менялись Но сейчас Может быть Как-то Есть Такая Склонность К такой Сенсационности Ну Есть В средствах Массовой информации И то Нам вдруг Пишут Что Такого-то числа Вдруг Какой-то Метеорит Попадет На землю Потом Через неделю Говорят Нет Вот не так Он пройдет Мимо Теперь Кто-то Значит Мне Звонил И спрашивал Что Вот Есть признаки Того Что Солнце Опять-таки Какое-то число Называется Там Июля Или Что-то Что Оно Взорвется Как Сверхновое И люди Начинают Беспокоиться Хотя Чего Что Беспокоиться Через 8 минут После этого События Вы об этом Узнаете Впрочем Всякие Вот такие Вещи Они Конечно Возбуждают Больше Чем Спокойные Рассказы Вратерно Что В летнее Время Возникает Эти Сенсационности Скучно Критическая Жизнь Замирает Может Что-то Такое Вынести Но так Или иначе Все-таки Можно сделать Какие-то Поправки В теорию Климатических Изменений На земле Учитывая Эволюцию Системы Потому что В последнее Время Так называемое Глобальное Потепление Есть люди Которые считают Что оно наступило Есть люди Которые уверены Что это не так Но так или иначе Списывают Во многом На техногенное Давление Что увеличение СО2 Приводит к тому Что Вот как Вы относитесь К этому Нет То есть Техногенный СО2 Это Ничтожная Доля Того Парникового Эффекта Который Скажем Вот дает Ну тот же Океан И дает Естественное Дыхание Земли Это Очевидно Это просто Там Какие-то Доли Процента То что Дает Техногенный Поэтому Говорит О том Я совсем Не хочу Призывать К тому Что давайте Дымить И Загрязнять Нет Совсем Нет Ну просто Не надо Преуменьшать Но не надо И преувеличивать То же самое С озоновыми Дырами Естественное Газовое Дыхание Земли Выделение Водорода Метана Природного Естественного Оно Разрушает Озоновые Слые Оно Приводит И это Тоже Периодический Процесс Тоже Озоновые Дыры Возникают Затягиваются Снова Образуются В конце Концов Они образуются Вот Над Антарктидой Наибольшей Где Ну нету промышленности Которая давала бы И причем В зимний период Наш зимний Не антарктический А наш зимний Атмосфера Антарктиды Оказывается Изолированной От Земной Где тут перенос Скажем Из промышленно Развитых Регионов Так что Вот это вот все Преуменьшать Значение Природных Процессов Ну не стоит Горби Неопределенный И вот тоже Вот Кривая Миланкович Риски Взгляд На Кривая Миланкович И ее Вот Которые Астрономы Есть И в Пулково Она Наверное Вполне Применима И можно Следить За чем-то За фруктуацией Астрономы Могут Это считать И это Вполне Ну есть Конечно Это не просто Это все Сложные Вычисления Конечно Но за всем Этим Можно смотреть Нет Ну видите Даже вот Когда мы Видим Бесконечные Там Ошибки Прогноза Погоды Хотя Вроде Поснимаем Со спутников Видим Это все Измеряем Температуру На всех Уровнях Там Давление Влажность Все параметры Известны И тем не менее Мы ошибаемся Все время Прогноз Ну В ту или иную Сторону Иногда Попадает Иногда Ну В метеослужбе Там считают Так сказать Сколько они Ошиблись Сколько они Правильно Предсказали Так что Процесс Невероятно Сложный Поэтому Нет Ведь есть Какие-то Очень интересные Процессы Эльнинио Элянинио Ведь они Тоже Они так Пока Есть Какая-то Эмпирика А такого Модельного Аккуратного Объяснения Нету Хотя Влияние На климат Огромное И это И между прочим Тоже Вот я думаю Что в ключе Приливных Эффектов Это может Тоже Иметь что-то И надо Повнимательнее Посмотреть Потому что Это помнить Там Нагон Воды к этому Будем говорить К американскому Побережью Или наоборот Некоторые Реакции Океана Это очень Интересная Проблема И я думаю Она Она там Коррелирует Еще С процессом Изменяемости Широт Ну понятно Да А процесс Изменяемости Широт Тоже С приливными Вещами Он завязан И вот это Ну это Достаточно Такая Многофакторная Интересная Наука И Никаких Катастроф Нет Но Конечно И Рассказать Все очень Аккуратно Для всего Разнообразия Это очень Трудно Конечно Теперь вот Какой вопрос Земля В данный Момент Замедляет Свое вращение Вокруг Собственной оси Можно Можно так Сказать Да А какими Максимально Были Сутки На земле И когда Это вот Трудно Сказать Это трудно Сказать Максимально Минимально 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 Есть Там По исследованиям Кораллов Которые Делали Там Получалось Что-то Ну Какие-то Флуктуации Порядка Ну там Часа Да Ну в общем Вот За ту историю Это очень Трудно По кораллам По разложениям Знаем Вот Фанерозой Вот так Сказать Эра Такой Явной Жизни Как появились Позвоночные Это 600 Миллионов Лет В общем Очень Незначительное Тут Вот За эти Это конечно Мало Это Одна Восьмая Всего Жизни Земли 600 Миллионов Лет Но Вот Тут Мы можем Что-то Действительно Говорить Потому что Есть много Палеонтологических Остатков Свидетельств И Но там Тоже Есть Спори За этот Период Очень Незначительно Изменились Нет Это Это Медленный Очень Слава Богу Надо Ну так Сказать Что Все-таки Все эти Процессы Маломощны Потому Это Длинная Такая Шкала И нам Такие Вот Катастрофы Что Они Слава Богу Нам не Грозят Потому что Достаточно Представить Что если бы Воду вскипятили То все Кончилось бы Это Энергетика Такая Герообразование Ведь Процесс Идет И сегодня Да Поднимаются Горные Области Сейсмичность Это Современная Фаса Герообразования Скорости Ну максимум Это 10 миллиметров В год 10 Ну может быть 15 Вот так Вот Но это Процесс Который Идет Может быть Он В какие-то Там Периоды Усиления Активности Становился Более Интенсивным Но это Тоже Миллиметры В год Это Первые Десятки Миллиметров В год То есть Это Не такие Вот Катастрофы Которые Ну Которые Показывают В английском Фильме Там Миллион лет До нашей эры Когда значит Раскрывается Щель Туда Падают Несчастные Эти дикие Люди Она захлопывается Ну или когда Представляешься Как им Достан Врезается В азию На глазах Происходит Образование Гималай Конечно Нет А так Или там Другой Был фильм Гибель Японии Где значит Вот как Япония Обречена Значит Затянуться Куда-то Туда В зону Субдокции И значит Они просто Наблюдают Этот процесс Спускаются На дно Океана Ну это все Мифы Такие А так-то ведь Вот если На прилив Посмотреть Ведь это В масштабах Геологии Это ведь Вибрация Это постоянная Вибрация Дрожь такая Да При медленном Изменении Положения Оси И в итоге Ведь мы Вот если За сейсмичностью Посмотрим Это ведь Она нигде Попало Происходит Идет Где-то Переупаковка Горных Сооружений Это ведь Если вот Такими Бортовыми Терминами Пользоваться Где На равнинах Где там Ну Выравненный Рельеф Там этих Эффектов Незначительно Но еще идет Конечно И в гидросфере Изменения В глубинных Процессах И все это Ну вот В сумме Это вот Такое Жизнь Земли И вот Наш Но Но Вот этими Вот там Могучими Сиоми Которые Вызывают Все-таки Землетрясения И которые В каких-то Значит Случаях Мы воспринимаем Как катастрофы Ну Когда они Происходят Населенных Районов Когда они В Тихом океане Никто о них Не сообщает И не говорит Хотя Там В желобе Тонга Это может быть Там 15 раз в год Или даже больше Но о них Никто не знает Это только Сейсмологи Их регистрируют Так вот Эти вот Могучие силы Которые Вот приводят К тому Что воспринимается Как катастрофа Вот Эти процессы Периодической Эволюции Системы Земной Они как бы Регулируют И контролируют Этот процесс Не вызывают Его А Регулируют Вот эту Эндогенную Энергию И поэтому Она не повсеместна А только В каких-то Районах У нас есть Сейсмически опасные Области И есть области Сейсмически спокойные У нас есть Вулканические Пояса И есть Огромные Пространства Где нет Никаких следов Вулканических Действий Сейчас К слову О мифах Система Земля-Луна Достаточно устойчива Насколько я понимаю Но могут Создастся условия При которых Земля лишится Этого своего Единственного Спутника Ну это как Это уже Больше К области Пригожина Когда Порядок И хаос И вот Действительно Система Вроде беспорядочная Она более устойчива Когда она Выходит На какую-то Такую Упорядоченность Она становится Вроде более Уязвима К внешнему воздействию Попала в аттрактор Да Она становится И вот тут Можно ну что сказать Что Ну лишиться Как это Ну если действительно Кто-то там Пролетая Ее стукнул И так далее Но это вот Начнется новый Какой-то Акт Значит Какая-то значит Система Начнет формироваться Она вышла На режим Уже такого Упорядоченного А тут нарушили Опять начальные условия Обестали это Ну это Ну я Не гадаю Так далеко И я думаю Что это Но то что Ну так Есть Обозримое Какое-то Измеримое Какое-то